хорошо теперь ему уже в записи в записи говорим человек уверовал в такой религиозной организации где духовная власть она превышает свои полномочия и поступает неправильно как ему быть во первых мы должны от от бога ли не от бога это власть на сказано нет власти нет бога мы говорим значит власть установлены богом если это власть не от бога бог разберется этой властью как поступить такому человеку как вы считаете вы оказались в таком месте как вы должны поступить молиться хорошо вы молитесь да за за пастора там валите за лидера хорошо год прошел ничего не изменилось что вы дальше можете сделать смотрите я думаю что если вы находитесь религиозной организации вы видите явно что здесь что-то не по слову происходит по-божьему во первых нужно найти правильное состояние духа и в правильном состоянии духа можно пойти допустим к руководству и сказать я вижу что это не так неважно тебя могут принять там сказать там сиди тихо куда ты лезешь на все что угодно может быть неважно важно что вы сделали первый шаг и пошли это лично сказали не где-то там за углом всем это рассказали то есть вы это страшно проще по телефону там рассказать кого угодно но ты пошел это прямо сказал тебя могут принять могут не принять хорошо допустим тебя отвергли говорят ты в бунте ты несешь чушь туда-сюда вы не обязаны быть в этой церкви вы имеете право выйти вы свободный человек но выйти нужно с миром по крайней мере со своей стороны то есть вы тогда может сказать я тогда хочу уйти ну уйти нужно спокойно нет уже там еще подбить пол церкви искать все у нас исход спасаемся то есть понимаете даже если то что неправильно мы не должны разрушать это то есть вы не должны на себя брать какой-то грех раскола каких-то вещей то есть вы можете просто отпустите меня с миром и с благословением вам говорят нет не уйдешь ты не с миром нет благословением тогда скажи тогда я просто уйду тихо и спокойно понимаете к чему я говорю то есть признание духовной власти это не значит ну то что вы как бы ну не повезло мне в жизни буду здесь нет но вы на себя перед богом ответственность берете потому что если вы это понимаете вы ходите что-то что вы должны проверять свое сердце что ваша мотивация это не просто затронутые ваши амбиции какие-то это не просто не реализованные какие-то просто личные планы что это вы просто от духовно осознаете ситуацию правильным образом понятно объясню еще также в государственной власти например чтобы не было посмотрите вот эти апостольские послания которые мы имеем они написаны во времена римской империи мы ни разу не видим что апостолы политизируют какую-то проблему правильно вы вообще вообще читали в любом послании павла петра там я на что-то политики но а можно же было бы правда вы вы хоть раз у иисуса слышали чтобы он говорил да иисуса подбивали все время правда то сего все время искушали втянуться в политические какие-то вещи так ведь ему говорят давай почему потому что израиль находился как израиль находился под оккупацией современным языком скажи израиль был оккупирован римской империи и когда иисус пришел и у некоторых было откровение что он миссия а в пророчествах есть что миссия освободит израильский народ то люди понимали что это будет политическое освобождение что царство израиля будет политически освобождена поэтому они многие за ним так шли ожидали этого к нему примкнули на мир зелоты такие зелоты это были еврейские террористы националисты то есть это были люди которых были такие ножички так они хотели там раз подошли кого-нибудь там римских этих доставленников убивали просто киллеры были они примкнули к нему симон зелот такой был к нему примкнул почему они примкнули пусть они ожидали что этот человек совершит политическое освобождение что иисус отвечал на такие вещи царство мое не от этого мира вы думаете что-то изменилось современную суза для нас то есть наша задача молиться каждый день чтобы его царство пришло на этой земле и раскрылась а не чтобы мы трансформировали царство этого мира то есть наша задача не переделать политическую систему экономическую систему наша задача раскрывать божью систему внутри этого мира в котором мы живем вот и все хорошо кто еще что с прошлого раза видите мы немножко опять прошлись по этим вещам не я просто уточняю что воровской системе не смогли ну разговор не идет опять даже ну даже сказать так по мирски и по-человечески мы не говорим о воровской системе потому что эта система дьявольская но вот допустим мой опыт не говорит моей жизни что когда есть даже воровская система она всегда лучше чем беспредел по-любому даже такая система беспредела с а это практически а это практически сейчас везде произошло то есть сейчас мало стран где-то не произошло но это опять же ни о чем не говорит это говорит о том что у нас есть понимание вообще всего происходящего во-первых среди мы говорим на какие-то вещи нам нужно будет сделать шаг назад и посмотреть какой вообще перспективу на все смотрим потому что если мы близко приблизились мы не видим правда иногда что такое ты близко смотришь не можешь понять что тебе нужно сделать если большая картина тем более ты к большой картине подошел тебе что нужно сделать отойди шагов на пять назад и посмотреть перспективе нам нужно отойти назад и посмотреть как мы вообще понимаем картину этого мира после того как человек согрешил в эдемском саду в чем была суть греха это было непослушание и желание получить что знание правильно то есть это было как бы это бы можно информационный грех пусть человек хотел стать как бог и взял от дерева какого познания познание чего то есть хорошего плохого черного белого то есть так можно сказать после этого в человеке произошло как бы как будто ему по голове топором дали теперь у него все это хорошо это плохо он пытается понять что хорошо что плохо это плохо что хорошо дачек сам пытается понять и вот из этого из-за этого мышления греховного выросли все религии все философии мира если вы посмотрите вообще все существующие религии и философии они все имеют в корне большинство дуализм называется противостояние двух сил это это даже видно в разных как бы в разных символиках например кто знает вот этот знак видели когда-нибудь щит давида да ну у давида не было таких счетов потому что нигде в раскопках исторически никогда времена давида не было этого знака это 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 мы не знаем откуда это взялся этот знак возможно евреи из вавилона его принесли и из вавилона пошла они были 70 лет вавилоне возможно даже эта звезда рифана который цель библии возможно да возможно нет но этот знак очень ясно отражает борьбу противоположности правильно два треугольника противостоят друг другу вы видите этот знак отражает он очень сильно похож на знак который есть на востоке да вот я не что что этот знак показывает противоположность двух вещей и так вы если посмотрите в мышление людей в религии всегда было что две стороны плохие хорошие и идет что противостояние добра за злом черного с белым откуда это началось у человека от грехопадения мир расколов понимание что есть добро и зло между ними идет противостояние это же вошло сильно в христианство что и сейчас в современном христианстве вот эти есть вещи искаженные что вот бог дьявол между ними там знаете борьба мы вовлечены в эту там пусть им борьбу зла добра во мне это и другое это просвечивается некоторые чувствую что не на войне на войне на стороне добра против зла но здесь есть доля истины но только доля во первых мы должны понять что бог с дьяволом не воюет уже дьявол ему не противник это это не одинаковые противники то есть не то что сейчас в шахматах сидит черные и белые и я видел такие картинки там иисуса данном шахмат что-то играет типа такое это это глупости на самом деле картина мира еврейская картина начала что бог контролирует все то есть он полный властелин полный правитель и все под ним то есть это не картина таких ну как бы противопоставлений и мы должны понимать что дьявол он имеет власти столько сколько вы дадите ему и бог это допустил от начала было так что дьявол вот он дьявол он имеет 0 0 процент власти у у него он власть 0 и сейчас до сих пор 0 процентов власти у него он получит столько процентов сколько вы ему дадите сколько он обманется у вас вытащит сколько вы дадите процентов только он заберет от начала он у кому власть была одна на земле управлять землю то есть человек получается очень такая очень критичный очень критичная фигура почему человек создан богом так что такого больше нету творения это единственное существо которое пребывает в двух мирах физическом и духовном нету больше такого трансформера который может пребывать в двух мирах одновременно и физическому духовному человек создан был для этого он был помещен физический мир богом будучи духовным существом и бог от сказал что человек это тот кто должен управлять землею так она была сказана до сегодняшнего момента бог все делает через кого через человека почему пуста бог так 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 прописал эту программу это так бог создал это нельзя изменить если если компьютерная программа создана то не можешь поменять что все рухнет то есть бог от начала так запустил так должно быть дьявол тоже это понимает если дьявол хочет физическом мире иметь власть он имеет власти 0 через кого он туда может действовать понимаете кто кто является как бы очень важным звеном во всем в этом то есть смотрите бог многократно говорит я искал человека но не нашел зачем тебе человека часам не может мог сделать бога я все могу но я сделал так что через это делать понимаете если богу нужно что-то сотворить он ищет человека говорит скажи пророчество человек пророчества да бог что делает бог делает честно пророчества хорошо что ты бог не можешь без того пророчества сделать зачем тебе нужно как бы усложнять эту систему но делать в том-то и дело что физическом мире и бог и дьявол действуют через кого через человека но опять же бог управляет всем и мы находимся в таком состоянии что бог дает нам возможность быть в испытании если бы допустим не было постоянного испытания не было испытательных появляется на класс испытывает искушает нас сатана искушает бог нас не искушает написан бог не искушается злом написано но для этого есть это на кто искушал иисуса сатана и как вы думаете это было ну сюрприз для иисуса или бог не или бог отец не знал что вот сатана там подкрадется вы понимаете что бог знает все и если мы смотрим даже книгу откровения то мы видим послание к церквям что будет у вас скорбь сатана будет вергать вас темницу дней 10 не 11 то что больше ему не дано сколько ему дано столько он и будет то есть смотрите бог управляет не вещами в семье и также в нашей жизни мы имеем постоянное искушение атаки бесовские давления но все равно все глобально находится под управлением бога и бог желает что во всем в этом мы научились что правильно жить он нам дает власть он дал нам власть чтобы могли что изгонять бесов изгонять демонов противостоять им хранить себя нескверненным от мира если ты хранишься нескверненным от мира в тебе не прикасается на то есть этот вопрос в нашей личной жизни очень важно что дьявол имеет власти в нашей жизни столько сколько мы ему дали он если через обман то есть если мы сегодня имеем дьявольское время нашей жизни начнет дьявола где-то обманул и мы допустили его дали ему господи освободи господи помоги бог говорит я хочу чтобы ты сам понял и искренил эти вещи в своей жизни потому что мы должны взять ответственность за свою душу на себя но видите мы сделали три шага назад что после глобально на ситуацию в мире мы начали с политики там справедливо за всего мы должны понять что глобально бог он единый правитель всего все то что происходит ничего не может происходить без божьего управления поэтому мы живем в мире которым управляет бог так но если бог заранее знаю сколько чего даже во времени будет как какие времена будут там действия антихриста он даже может во времени раскрыть это бог знает все все вещи знаем которые происходят все под его властью находится но есть вещи которые но это это так сказать глобально поэтому нам в любом случае нужно научиться признавать господство и всевластия бога то есть мы живем не просто 1 сейчас на духовной войне добра со злом мы не знаем кто победит смотрите мы живем в том мире сейчас где иисус совершил уже победу во первых сказано то есть во времени бог предусмотрел момент где будет совершена победа над дьяволом так бог сделал все определенное время сегодня мы с вами не находимся в противостоянии и непонятно кто победит сегодня мы с вами уже победители сегодня уже победа совершена на кресте вы ничего не можете добавить тому что иисус совершил на кресте и через свое воскресение из мертвых он все сделал наша задача сегодня что реализовать то что бог уже совершил аминь хорошо ну ладно это мы просто чтобы закончить эту тему насчет духовной власти мы с вами говорили о чем мы с вами говорили о том что что понять что важно чтобы мы жили в божьем благословении чтобы жить в божьем благословении нужно правильно относиться к духовному авторитету потому что мы теряем божье благословение часто из-за нашего робота из-за нашего мятежного духа раз и о чем и что второе мы говорили о божьем благословении что нужно научиться возрастать в милости потому что божье благословение напрямую зависит связано с его милостью бог нас желает благословлять не потому что мы заработали у него благословение тамир молодец хороший мальчик сегодня нужно ему за это там дать у меня дочка жвачку упрашивает жвачку получишь себя хорошо смело слушать кинута вишка больше запроса тоже большой мальчик 100 шекере можно купить 10 баночек жвачки вот но смотрите вы не можете божье благословение купить бог действует по своей благодати совершенно вы не можете купить и вещи которые бог хочет вам подарить что благодать это лучше убрать слово купить перенести слова подарил хочет подарить ему важно твое состояние ему важно фонта станет ходишь и он хочет благословить о состоянии богу он более всего нравится состояние когда мы растем в милости по отношению другим людям почему уже сам бог такой он как будьте милость будьте милосердны как милосерд ваш отец небесный и милости вы помилованы будут и не только когда-то на суде мы каждый день нуждаемся в божьей милости пусть и без божьей милости мы не получим больше благословения пуста милость это получение божьего благословения без причины безусловно каким образом мы можем лишиться божьей милости я не говорю о том что нужно жить неправильно я говорю о том что важнее жить милостиво это самое главное что если вы будете жить милости вы правильно будете жить потому что чтобы жить правильно опять жить правильно нравственно правильно да морально правильно духовно правильно вам что нужно милость божия 5 нужно понятно вы сами не сможете это сделать вы будете пытаться вас будет не получаться потому что наша святость наше освещение христос вас нет такого потенциала такой силы жить святой жизнью чтобы жить святой жизнью что вам нужно кто вам нужен без святого духа никто не может быть святым правильно то есть без силы божьей благодати вы не можете быть святым но для того чтобы все это получать в этом жить вы должны находиться в божьей милости а божья милость она для тех кто сам находится в милости потому что если вы проявляете своей жизни суд непрощение к людям то о чем что говорит слово божие дайте мне места из писания которые говорят что происходит с людьми которые судят которые не прощают какой меру и мерите какие еще места если вы не простили и вам не простится апостол иоанн пишет в первом послании что если мы ходим во свете стопа всей что пожнешь если мы куда если мы ходим во свете тут кровь иисуса христа очищает нас от всякого греха аминь правда мы и думаем что это автоматически происходит господи простила хорошо простил кровь очистила написано что кровь очистила только в том случае с кого свете ходишь а там в контексте что написано не во свете ходить ненавидеть брата своего кто ненавидит брата слова тот ходит во тьме так вот если вы кого-то ненавидите получается из контекста что если вы кого-то ненавидите то в этом состоянии кровь христа не не обмывает ваши грехи написано так написано конкретно если ну наверное не все так нет почему-то именно все так пусть так это очень ясно сказано если ты ходишь во тьме ты не знаешь куда идешь ты находишься ненависти то ты не ходишь во свете и тогда получается что кровь христа не жертва христа не действует своей жизни из-за чего из-за непрощения из-за того что ты на себя берешь право судьи я просто хочу еще закрепить то что мы говорили в прошлый раз то есть мы берем какие-то определенные духовные законы которые которые нужно вытатуировать своем подсознании чтобы они всегда были у вас перед глазами такой обычно известный пример его в нет нескольких местах встречал в нескольких книжках как один раз один американские военные авианосец шоу и на борту там был адмирал и они увидели что вдалеке очень далеко идет корабль навстречу этот говорит адмирал сигнализирую что чтобы они взяли немножко левее и этот радистом задача времена рации было старая история дает морозянку там возьмите немножко левее ки отвечают нет возьми немножко правее генерал что начала американские адмирала скажи ему что идет американский авианосец на борту которого адмирал чтобы они взяли левее тут такой идет американский авианосец возьмите немножко левее приходит ответ там сержант или рядовой американская армия отвечает вам возьмите петушка правее это моя понимаете то есть они шли на моя маяку не может не левее не правее хоть адмирал будь там хоть кто-то угодно будет о чем этот разговор если есть духовные законы ты либо разобьешься о них либо ты либо ты правильно будешь виде есть духовные принципы вы не можете их игнорировать вы можете их оба не замечать там допустим не знать ну ладно сегодня другое время да но духовные принципы на них построен мир они не меняются меняется наше мышления наши взгляды во времени многое сейчас много субъективного до степь современном христианстве ну ладно сто лет назад вот так поступали верующие сегодня вот так можно поступать мы современные стали но духовные принципы же не изменились за сто лет духовные принципы божьего закона не меняется никогда иисус сказал что буковка ют из закона не исчезнет что все то что бог заповедовал это не пока небо и земля не придут ничего не исчезнет это так построен мир на этих законов и получается что вы можете все что угодно писать какие любые угодно эти там посылать вы или что напоритесь на эти вещи своей жизни и потерпите крови кораблекрушения вере что делать умный человек в таком случае учитывая правильно умный человек наверно знает карту лучше всего продана на карту знать ты должен знать божьи принципы божьи законы я вам раскрываю фундаментальные сейчас принципе то что играл духовной власти то что я говорил о законе милосердия если вы хотите быть успешными людьми будьте старайтесь будут быть много милостивыми даже если не такие по характеру даже если это вам тяжело начинать это сеять начинать и вырабатывать начинаете у бога это просить потому что милостивые помилованы будут потому что милость превозносим судом потому что вообще есть такое один из переводов еврейских есть псалом милостивого век можно перевести как на милости построен мир на иврите по-другому что вообще вселенная построена принципе милости все построено на милости что такое милость милость на иврите есть есть не есть несколько слов у нас в русском языке обычно переведены слова милость и благодать слова иногда даже это разделяет город благодать это не милость милость это благодать такое такое значение это в русском языке а на еврейском языке есть слова хэсэд хэсэд рахамим хэн ну достаточно еще там иногда слова тоф но это основные как бы вот если вы возьмете библию на иврите а хорошо я знаю вот эти слова то есть к то что я еще раз говорю что есть еще дополнительные мышки до слова вот эти три слова они наиболее часто используются в библии где у нас переведено милость или благодать то есть наиболее часто возможно еще другие слова или разговорном юриде или еще встречаются вот эти слова самые основные которые вы увидите если вы смотрите свою русскую библию то написано на нашел он милость благоволения в глазах бога моисея допустим там стоит слово хэн например в каком-то месте стоит архамим словом-то хэсэ стоит слово наиболее часто эти слова они раскрывают разные качества бога какие качества раскрывают если мы это не понимаем с еврейской стороны то мы лучше понимаем все картину милости и вообще почему нужно милости благодати говорить потому что если вы возьмете свои библии которые вас на столе это завершенная книга правда то есть вы согласны что в эту книгу никто не может еще там пару глав дописать ну вот и сильно умный допустим дай-ка я еще двадцать вторую главу там это какой-то какой сотов откровения глав 22 но 23 напишу например да чувствую времена сейчас такие откровения за почти 2000 лет никто не дописал правильно во первых я думаю мозгов хватило пошла написано кто напишет или допишет лучше ему писать не уметь то есть это все это закрыто то есть бог дал информацию и вот она книгу библия церковными синодами установлена что именно 66 книг должно быть я думаю что божье проведение на всем стояла что вы имели то что вы имеете это законченное божье слово и сегодня в современном христианстве тоже есть подкопы под эти вещи да я такие вещи встречал к сожалению даже в теоретических институтов но здесь есть от бога есть не от бога и достигнать у такой начинается уже начнут размывать эти вещи как бы расшатывать что здесь есть конечно как бы не точности там точности вот так это мы должны верить фундаментальное стопроцентное что-то божье откровение само слово так говорит посмотрите как иисус всегда говорил когда иисус был в искушении говорил с дьяволом как он говорил он все время цитировал писание уже не просто там говорил там так сейчас про анализируйте сатана там он говорил написан написанным божьим словом вторую ситуацию вам расскажу когда иоанна крестителя посадили в тюрьму и он знал что его убьют ну понимал чем это закончится просто посадили он знал что миссия всей его жизни была какая быть предтеча иисус миссии машина и он хотел быть до конца удостоверен что это так что он выполнил свою миссию то есть может сказать что он засомневался но это не было такое сомнение что он просто был сомневающий человек он просто хотел быть утвержден что он исполнил свое предназначение он послал своих учеников куда к машин хокис к иисусу иисусу христу спросить тот ли ты они приходят к иисусу до помните эту историю и спрашивают ты тот или не тот иоанн послал тебя иисус интересно отвечает правда можем сказать да да я тот скажите ему пускай не волнуется например там бог ну можно было так сказать он ему говорит во первых он людям вокруг говорит о такой он креститель да он говорит что не было большего пророка и рожденного женами человеческими говорит его характеристики что смог смотреть ходили вы там там смысле все эти вещи и потом он говорит идите и скажите ему что слепые прозревают хромые ходят так то так то все идите то есть он отправка он передает как бы шифровку можно сказать иоанна красителю в тюрьму он ему говорит и об исполнении пророчеств из разных мест писания почему потому что он знает что это будет достаточно иоанну что миссия сказал я исполнил те пророчества которые ты знаешь то есть он его утверждает в написанном божьем слове он не просто держать да скажите иоанна чтобы не боял вообще родственник был пускай они не волнуются все нормально он горит нет скажите пророчества и бывают опускай будет тверд в том что он знает слово божие и они ушли с этим и когда они уже ушли он тогда только начал говорить что это самое из величайших пророков он не говорил это при них наверное бы она была приятно это услышать правда если бы сказали при учениках идите искрытие она это я иисус искрежен самый великий пророк чтобы не волновался нет и она не было это передано и он только получил информацию что пророчества сбываются третье место послание петра апостол петр говорит что я мы были я был один из тех кто слышал голос на горе то есть и он был один из трех учеников которых и он взял которых иисус взял на гору преображения на того иисус взял кого петра кого еще взял и она якова то есть четыре еврея поднимается на гору к ним еще двое приходят моисей кто пришел или а то есть встреча шести евреев на на горе происходит такая интересная и петр был один из этой группы людей которые слышали голос с неба которые видел преображенного иисуса христа то есть иисус был в преображении то есть он был в состоянии будущего века то есть он то есть он увидел то что не видел никто изучить мой из других учеников которые не были взяты на гору и что он пишет своем послании я был один из тех но вы имеете более верное пророческое слово и обращает где 5 написанному слову то есть вы имеете вернейшее пророческое слово то есть он опять привод свой личный опыт даже принижает перед написанным божьим словом к чему я хочу сказать что мы имеем с вами совершенное законченное божье слово и все что не написано до стопроцентно истина ни одна буковка не может там быть переставлено что-то еще так вот если это божье слово в самом конце последняя фраза которую бог говорит найти как допустим чека страшно ваше последнее слово ну то есть штучек последнее скажем где-то что бог хотел последнее сказать посмотрите чем заканчивается библия откройте вы откройте почитайте знаете в конце библии бог сказал последней фразой вообще-то вся книга об этом какая последняя фраза аминь нет последний стих есть аминь бог сказал вот это самое главное что должны понять начало библии до конца что такое благодать что только моя любовь к вам что это вообще а благодать очень сложное понятие для человека в пророке исаи бог говорит мои мысли не ваши мысли мои пути не ваши пути это в контексте он говорит о милости благодатью вот я много милости но вы не можете это понять своей головой по-другому мыслите так вот если мы берем эти слова кс и траха мим их n например если взять слово раха мим тоже часто употребляется как милость рэхом это 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 на иврите матка женщины в которой ребенок вынашивается то есть это слово коренное значение имеет материнство бога то есть его милость это это материнская любовь к младенцу так это можно понять даже смотрите даже если просто взять в быть в обычном мире нормальных матерей ими в нормальных неважно не христианки не христианские верующие не верующие просто нормальная мать в ней что осталось от бога ненормальная любовь к ребенку ну вообще как говорят слепая материнская ли вы попробуйте умать у матери младенца отобрать у нормальные понимаете чем и и это то что вы видите это лишь капля это лишь ну маленькая капля отражающая любовь бога к вам вот это любовь бога к вам она несет это качество материнской любви слепой можно сказать дикой любви только у бога это просто нового в каждой матери осталось какая-то капля от этого свойства бога пусть тогда бог сотворил человека он сотворил его по своему образу и подобию и потом это человека разделил на мужчину и женщину но и женские и мужские качества это качество бога и бог себя раскрывает с материнской точки он себя называет лошадай кормящий груди он говорит я как там как он как он раскрывает эти материнские чувства которые есть в нем вы видели чтобы нормальная мать она была готова допустим ребенка там выкинуть выбросить там забыть день в этом магазине забыла тому раз и бога я не отвергну вас вы можете полагаться на мою милость потому что я я такой теперь если ребенок больной но тут у тебя у него хороший ребеночек молодец к такой а этот вот такой какой-то не такой перестает ли мать любить его то есть мать не закрывает глаза на факт хотя можно же слепая любовь но она любит своего ребенка как бог относится к израиль это мой первенец тому рик это мой сынок это мой первый ребенок он израиль называет своим первым сыном бог сегодня могут люди сказать да посмотрите на этих евреев современных до только в тель-вив на парад и гомосексуристов скейте там 300000 вот они с что это божий народ что ли это божий народ а тебе лучше за языком смотреть потому что проклянешь я бог проклянет чего она посмотри на этих евреев там хитрые там кидал и там до евреи такие нет не поймешь не кинул тебя да есть такие факты но это это он перестал быть первенцем и не перестал быть первенцем блудный сын когда ушел от отца он перестал быть сыном или перестал быть сыном состоянии неважно где он уже на том логича лужи то непонятно чем все прогулял один раз позвонил у меня человек и говорит на реабилитацию хочу привести одного парня там поговорили там во всем пастыр один знакомый и в конце городах чё за чё за человеком это мой сын и думаю ну я подумал его сердце этого отца он не перестал сыном быть понимаете страшная ситуация страшная ситуация перестал он улюбить не перестал конечно понимаете божья любовь она никогда не прекращается и и сила всегда есть вернуть и все исправить и поставить на свое место поэтому рахамин это безусловная божья любовь по отношению к нам мы даже можем в ад уйти но бог нас не перестанет любить мы просто должны понять что бог безусловно любит вот это его милость по отношению к нам это милость не должна нас ввести состояние духовной лени бог меня любит там да ничего не буду делать все равно у меня любит смотрите в том-то это любовь и страшно что-то любовь даже может дать тебе уйти это любовь настолько тебя любишь и дает тебе свободу уйти настолько отец то что отец отпустил сына уйти это было показатель его любви правда он же мог же сын когда показал сын при живом отце приходит требует наследства отец еще не умер давай сейчас мою долю на востоке вообще оскорбление было вы представляете да даже сейчас они не нормально но при жизни придавая доля я пошел ее отец мог сказать там старшего и едва младшего свежие там подвал его иди сын мой даже в этом любовь бери иди представить как он любит его вот иди я тебя люблю тебе свободу поэтому божья любовь она настолько безусловно и сильно что она должна притягивать и удерживать нас то есть мы должны быть укорененные утвержденные в божьей любви и только тогда мы будем непоколебимы то есть когда мы понимаем безусловную божью любовь тогда мы на самом деле прикрепляемся к богу потому что если мы уверовали уверовал человек вот и вот эта зона благодати в которой он живет это дом божий здесь дом любящего отца и человек вызволен из царства тьмы да он приведен в царство света то есть поставлен зону благодати так скажем нас произошло бог нас забрал да и привел сюда теперь как нас сохранить в этой зоне чтобы мы не вышли из зоны благодати зоны божьей любви из божьего света как можно человека охранять какие могут быть способы можно поставить забор на правда сделать кучу законов там допустим загон такой сделать можно подкоп сделать правда можно сделать там туннели и убежать можно забор что сломать хорошо тогда можно колючую проволоку пустить с электричеством это как-то ситуацию более сдерживает можно еще лучше сделать можно поставить здесь вышку здесь вышку с автоматчиками и ты гуляешь себе притом тебе сказано смысле приближаешься к запретке на метр что пуля в затылок электричество по проводам еще можно здесь прорыть канал и крокодилов запустить а здесь можно еще сделать такое чтобы овчарки бегали собаки и вот так ты спасаешься тебя бог поместил вокруг тебя все поместил и ты довольны а что делать и тебе бог говорит все сынок вот туда мир весь вокруг тебе туда ходу нет в крайнем случае в крайнем случае если ты даже сможешь все это преодолеть то папа любящий из стайперской ментовки тебе затылок раздробит и ты до леса не добежишься равно этот есть такое природное понимание бога это нельзя это нельзя а если я сделаю чем я бог сделает вот я согрешу а бог меня накажет да и забьет там чего сделает согрешила бог не доказал схема не сработало и ты такой о не так все и плохо понимаете то есть у человека привратное понимание вообще всего но на самом деле когда отец говорит слушай знаете наш небесный отец он обращается к саму сыну я вам богданчик знаете когда отец обращай когда дух святой говорит голосом отца он всегда говорит как любящий отец богданчик сынок он горит как еврейский папа вы может имели опыт слышали как здесь еврейские родители говорят и как это есть разница как русские говорят я не хочу русских принизить ну даже израильтяне городе русский на эти все время урут притом притом не просто там рука это по злому там знаете там а не знаю как-то я и я я об этом слышал ну так не видела не могу там хорошо ладно не в этом дело хорошо ладно марканцы выбираем этой истории хорошо сейчас не я не имею просто национализма просто знаете я такое слышал особенно когда жил в россии там но мне было даже тяжело там ребенок ему маленький ребенок три года ты идиот дурак кто тебя родил вот и родилась что если вырасти там придурок иди сюда и сюда я сказал ребенок вообще такой уже чуть ли не описывался там не понял знаете вообще вот такое прямо реально такое как бы насилие и страшное оскорбление смотрите ну посмотрите то что мы видим физическом мире отражение духовного мира мы должны знать голос духа святого голос дьявола когда к нам обращается дух святой потому что мы получаем мысли вы не мощно разобрать то бог или дьявол говорит пусть это мысли одинаковые ну просто мы должны понять по качеству мыслей если говорит бог он будет огрыть богдан сынок ты золотая голова у меня ты такой мальчик умный богдан мы умные ты знаешь мы евреи мы умные слушай богда надо на улицу пойдешь к федьке и квасе туда не ходи тут не надо мы сами по себе вот туда не ходили пусть и морду на бьет он красиво в любви поднимет и объяснит куда не ходить что не делает не то что там придурок короче придурок на улицу с этими план богдан идет на улицу сидит на скамеечке там скрипку настраивает или пытается в шахматы партию разыграть а вася с феди такие выгодчики богдаша нельзя с нами до этом ну и сиди а у нас иди к нам и богдаша пошел нарушил то что отец сказал в конце концов что ему сделали что ему отец что ты сказал что с ним будет что они ему разбили голову как папа и говорил и она прибегает домой кровь течет штанишки грязные как обращать как любящий отец или видео как в дух святой обличает дух святой никогда не обвиняет не осуждает будет богданчик сынок как это случилось ты же такой умный почему ты меня не послушал иди ко мне эти обниму эти вы мать и переодену сынок не делай больше этого я тебе не служу иди больше не греши отец так поступает дело сразу как пришел я знал что так все будет мы на тебя надеялись это подставил нас ты разочаровал царство божие то есть дьявол он сразу начинает унижать обвинять мы должны уметь различать как бог с нами разговаривает по что божья любовь она не закрывает глаза на происшедшие события но она нас выводит сферы в суда в сферу прощения и изменения и света и всегда дает надежду и будущность поэтому когда мы уверовали в доме любящего отца всего в том-то и дело вся проблема что проще было бы в загоне сидеть бы но иисус где я пришел вывести овец откуда из загона представляете на самом деле это намного более сложная схема когда вы уверовали иди куда хочешь понимаете проще если ты короче проволока огражден чем ничего 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 не закрыта единственная отец говорит ты кажа если уйду если я вот это сделаю шаг отец значит меня не любишь я тебя не перестаю любит и перестаешь меня любить я не изменяюсь ты изменяешься смотрите чтобы в ком из вас не было сердце лукавого и неверного евреям послания чтобы вам не отступить от бога живого бог от вас не отступается вы отступаете от него смотрите чтобы кто из вас не ожесточился грехом прежде всего грехом неверия которые прошли остальные грехи что держит нас что нас держит около этого дома и лучше в доме что только божья любовь некие заборы некие все эти вещи они не сработают это не рабочие вещи если будут появится забор мы захотим перелезть его появится проволока с хотим перестричь ее мы всегда будем после греху на природе пытаться нарушать эти вещи нам будет хотеться нарушить закон он закон он как бы вызывает силу греха но единственное что может победить нашу природу это божья любовь если мы познали божью любовь и уверовали в нее и укореняемся в этой божьей любви то для нас вообще не существует этот мир потому что мы погружены в познание бога то есть мы вообще не смотрим туда есть вот такие две миг два мифа греческих которых есть схожие герои может вы читали мифы древней греции один миф был известный где аргонавты на корабле поплыли за шкурой овцы золотое руно может кино смотрели мультфильм такой был и когда они плыли на корабле там капитан был из сей этом корабле был еще один человек одессе его знали он как бы очень хорошо знал все вещи он горит скоро будем проплывать определенный остров очень опасный остров на нем живут сирены сирены это были полу женщины полу птицы и когда проплывали корабли сирены набрали таки арфы играли люди входили в гипноз мужчины кидались в море и погибали и одессе играет нужно всем уши воском залить расплавили свечки всем людям на корабле мужчина корабль одни мужчины были всем заклеили уши одессею хотелось послушать все равно города меня как привяжите к мачте веревками а уже не заклеивайте и вот они проплывают мимо острова женщины выскочили все там давай играть но все там что они работают они не слышат ничего а этот как не рвался смысле все они проплыли и что спаслись вторая история с этим же островом связано был корабль там плыли другие мореплаватели на нем был такой человек орфей орфей тоже знал эту тему и огурц скоро будем проплывать какой-то остров уши никому вниз не заклеивал никого веревками не связывал что он сделал вы знаете что сделал кто знает историю орфей в момент когда они проплывали остров все женщины выбежали давай играть что делать орфей орфей берет свою арку и начинает сам играть он играл так круто что никто и женщине заметил женщины кричали вопили визжали там никто их не слушал почему все были что все были увлечены тему за какую какую орфей сделал на корабле почему я рассказал эти кто может расшифровать эти притчи вы поняли к чему я рассказал сейчас это все к этой схеме имеется кто истолкует этой истории хорошо что еще правильно что еще во первых я вот так и даже так мог сравнить что первый корабль так ветхий завет другой окно вы завет или как можно спасать можно людей все им запретить туда не ходи сюда не смотри кино не смотри музыку не слушай глаза заклей уши отрежь то знаете христианство которое только одни запреты а что еще в церкви у вас запрещено или вообще лучше взять подводную лодку всех опустить на дно и там все спасаются знаете в тайной секте и в мир смотрит раз в год только пастор с пресс-фиттером поднимает перископ в мир пастор подходит там люди все что там пастор такой рассмотре такое и так вау там мерзость такие си на этих и все на дне как бы лежат этого корабля то есть это такое как бы сектантство когда все туда не смотри сюда не ходи это не одевай это то не делает то делай но все всех привязали уши заклеили и все проплывают и соблазны мира ничего не могут сделать что уши уже заклеены молящу глаза было там смысле и так тоже не может так по жизни жить но секрет в том что если мы вот вы выходите на улицу утром да вот вы вышли на улицу я не я не предлагаю это делать это теоретически сделать и физически это не надо делать посмотрите на солнце одну секунду а потом что увидите после этого правильно солнце солнце вас ослепляет это о чем говорит наша святость то христос нам нужно не не жить там ребята сегодня по улице пойдете будем проходить такое-то место отвернитесь вы бы никогда вы уже не смотрели на то место не пройдем ну я сказал всем стало интересно что за место уже за сто шагов голова чесаться начала правда то есть понимаете что вот это законничество она вызывает еще больше силы у греха но если мы взираем на славу божью если мы с утра проснулись ищем бога то мы ослеплены и и сила и соблазн этого мира не имеет силы против нас то есть наш корабль это не корабль знаете где все связаны там найти в цепях едут такие узники царство божие гребут наш корабль на котором есть жизнь яркость иисуса христа и в конечном итоге женщины сами уже арфы покидали и на корабль просятся возьмите нас а мы не торопимся места ограничены может вас и не возьмем знаете то есть на самом деле евангелие она обладает такой силой такой яркости что он привлекает людей она освобождает людей она вводит свободу от греха и в этом-то все выражается милость божия то есть безусловная божия любовь если мы и познаем если мы поставили это важнее всего в своей жизни то соблазны мира начинает терять силы как в прошлый раз говорили поле позапрошлые соблазны для нас не становится там ты проснулся и вокруг тебя такие на и ты бедный нищий нищая бедная религиозная мышка которая ползет в царство небесное по углам дома лишь бы дойти а вокруг тебя ходят такие соблазны такие на эти яркие дворцы там витрины с ветчиной с колбасами твенезиада там ты все идешь и ты такой не только только в царство божие пройду или как-нибудь проползу вот на самом деле если мы это видим в духе все эти соблазнов которые представляют соблазнов от которой у вас сейчас есть вот они могут быть такие большие соблазнительные но если вы начинаете взирать на христа на его славу вдруг туман расходится и ты опять видишь дьявола который ходит такое как спекулянт 3 на 10 то есть он предлагает ролик с и он предлагает вам часы ролик за 10 шекелей пока ты это не увидел для тебя это ролик ролик су такие ролик сыр только сегодня это добавить шекели и дьявол говорит да слушай отдай первородство копейки за это знаете когда в начале 90-х я еще когда уверовал был анекдот про нового русского дьявол приходит говорит душу продаж он такой человек может что не получить ну да а дашь вагон оцинковки тогда медалом все торговали 90 года дьявол такое ну ладно дам вагон оцинковки ничего себе душу можешь за вагон металла продать а два дашь вагона ел бы ну ладно ладно дам два а три хорошо трещу нигде понять ну где-то девалки но здесь хочешь ну как в новорусский говорит то есть понимаете как бы то что дьявол предлагает он взамен что просит сюда наше первородство за чечевичную похлебку но ноты похлебку так разрисует это лучшая похлебка какой-то первородство те это надо помнить и сам нужно мне это первородство если я голодный сейчас так что такое первородство да по сравнению да с бутылкой виски наш виски холодненькая холодильнике стреляет шума и первородство ничто да но когда туман рассеивается сияние сияние божьей славы вдруг дьявол превращается не великого мака до который шоу устраивает от кого он сколько же сам маленького спекулянта который тебе предлагает и тебе смешно это те предлагает одеколон до французские за три шекеля с которого с бутылки краска сыпается когда ты берешь его как не один раз так в турции предложили одеколон там французские я беру окраска с бутылки раз свалилась не знаю там акварели дети что ли красили у него гуашку то не знаю дома у продавца то есть дьяволу предложить нечего он только пытается поймать нас в похоти плоти в похоти очей в гордости житейской да он использует как бы наши слава места чтобы что втолкнуть нам самый дешевый товар взамен получив наше первородство если мы всю эту картину понимаем то нам совершенно понятно что такое святость святость это них не это не путь запретов святость это что это приближение к богу отделение себя для бога и тебе это надо ролик со 10 рублей или шокелей а серёга тебе что последний раз в паре бусы пластмассовые даты ну ты думал что не золотые так она была потом сидишь такое что это также также происходит но кто в жизни падал на грехе вы знаете что такое ты знаешь я знаю что такое когда делал обман ты потом сидишь что и смотришь там и понимаешь у тебя что сделали обманули развили правда а чтобы это не происходило что нам нужно делать ну помогайте мне я уже выдохся еще 20 минут вам нужно говорить продолжайте красиво что еще бодрствовать что еще если вы не познаете божью любовь вы не бодрствовать не сможете не противостоять не сможете потому что все ваше противостояние все на ваши на вас построены на вас в вас и ноги алла монет он хоть и мелкий спекулянт но он умнее вас если только вы имеете ум христом вы сразу поймете все эти вещи если вы не имеете у христов он по вас быстро закрутит исповедоваться сразу силу теряет они как как это происходит например практически у тебя есть какие-то искушения допустим да и в чем-то дьявол искушает ты понимаешь что он не пытается дешевку втереть чтобы ты согрешил и потом и тебе потерять божью благодать но ну ты как-то не можешь все равно с тем справиться можно только быть может как с этим быть тогда нужно привлекать еще кого-то потому что наша сила в единстве допустим ты туда просто находишь и берешь служителям или или людям которым ты доверяешь что-то не просто с ним поделился а потом уже через три дня во всех группах в цапе молитесь за брата допустим поступила информация он то есть ты должен просто знать кому ты доверяешь и брить искать слушайте ребята вот так то и не стесняться не снятся ничего потому что дьявол обычно игры только ты один в этом искушаешься все нормально люди вокруг тебя как правило все все одно и то же проходят ну когда ты раскрываешь перед другими во первых во свет этого носишь просишь молиться вместе это вдруг уже ты начинает силу терять как бы и и тогда ты можешь простить чтобы с тобой какие-то люди вместе это проходили молили с тобой могли те противостоять им мы должны помогать друг другу в наших слабо слабых немощных вещах нам не нужно их стесняться понимаете мы не должны стесняться свои слабые стороны мы должны просто совместно в теле христа как бы если орган болеется тело поможет ему выздороветь то есть нет такого это что-то страшного если вы проходите искушение даже если вы согрешили в этом ничего страшного нету страшно если вы не идете путем покаяния и восстановления а если вы начинаете грех не грехом называть да там скрывать это все приходят сумерки тьма и дьявол может работать то есть получается что ты такое начинаешь думать но это может не грех вовсе да может это не страшный грех то есть получается что ты начинаешь в голове оправдывать и вещи сам что происходит получается что бог тебе дает покаяние ты уже пока это тяжело отвергаешь покаяние ты свой путь уже ищешь своей самоправедности своего выхода а всегда нужно что все первых называть своими вещами то есть своими словами ночь это что день бог назвал тьму как ночь а свет назвал днем и разделил их разделил свет и тьму ночь и день чтобы мы не начали смешивать эти понятия мы начинаем смешивать да ну это не ночь это как-то вот вечер какой-то у меня в жизни понимать начинаем как бы вот такое искать что такое смешанное такое выдавить а до света не ночь еще посмотрите вот эти то в дачу ходят я еще вечером как-то так я еще не в ночь вашу ну то есть вы понимаете хитрость называется я я называю это включать дурака обманывать само себя бог говорит света не делай света такая ну хорошо не буду по свету ладно бог говорит глебу глеб не делай а греб такое господи что ты имеешь в этом вопросе понять чем речь миша не делай миша такой господи я как-то вот не понял вот а как на греческом это слово ты не сказал вот не укради на не укради на греческом может по-другому на еврейском может другое значение может укради на немного там не знаю я не знаю вы понимаете люди начинают впускаться какие-то философские объяснения из его начинают законник искушали какая главная заповедь дата начинает он возлюбив ближнего понятно или непонятно слушайте все а кто мой ближний понимаете ему говорят иди возлюби он не идет это делать а спрашивает а что ты имеешь ввиду давай поговорим на эту тему понимаете то есть перевести всю сферу философия они исполнения это называется включать дурака пытаться обмануть самого себя и сама себя кинуть на свою душу оба я сам себя обманул молодец ну у тебя получилось если бог тебе что-то четко говорит совести ты должен сделать и исполнить а не включать дурака кто умеет дурака включать кроме меня здесь есть такие я вот имея то что ты понял сразу с первого раза видите как бы то о чем мы говорим вся проблема в святости лежит в нашем нежелании быть послушание то есть есть много отмазок да как-то вот благодать божья она меня освободит постепенно буду бросать дозу буду снижать во всем да в жизни у нас греха ну а вот как у меня большая доза метадона героина сигарет там пошлых мыслей буду снижать постепенно буду снижать как бы сам же прекрасно знаю что до сюда не произойдет то есть ты как будто во время пытаешься оттянуть что-то если нам что-то бог высвечивает и говорит это грех у нас достаточно силы прямо сейчас на не делать рожденный от бога не грешит аминь не грешит или грешит рожден от бога защита есть сила божия не грешить ты можешь использовать у бога достаточно в тебе силы которую ты дал хорошо давайте мы смысле просто как бы поговорили о разных многих вещах давайте мы подытожим то есть мы попали на тему благодати из темы божьего всевластия мы начали до что бог управляет всем потом мы перешли на тему благодати что это самое главное чтобы хочет нам раскрыть и благодать это не халява кто знает куда слова халява взялась откуда халява это слово пришло из идише сленга в одессе пустой евреям в субботу нельзя было корову доить и они язычников разрешали разрешали молоко бесплатно ходить и язычники халяву халяв молоко брали а то слово халява взялось то есть пойти в бесплатно что-то забрать у другого вот так вот благодать это не халява потому что иногда есть такое восприятие со стороны русского народного сказочного понимания там андреас который здесь наверху живет когда с ним познакомился еще в девяносто третьем году помню только в россию стал приезжать и он вот я всегда как когда какую-то нацию приезжаю я хочу понять характер нации для этого я беру сказки народные читаю и и народные сказки раскрывают героев так у него в америке было там не на франции когда я стал русский народные сказки я не понял говорит у них всегда горит главный герой дурак говорит и в конце ему везет там три сына один умный 2 красивый третий дурак в конечном итоге дурак почему-то всегда при при делах они в конце сказки как-то у него все хорошо дурака происходит я не понял характер этого народа говорит вот но есть такие вещи как бы характерно для такого менталитета что и также благодать воспринимается часто не парься все рассосется все будет хорошо господь как-то все ты не волнуйся главное ты на печке по щучьему велению по моему хотенью в царство боже все равно въедешь как-нибудь но щука у там тебе все нормально по благодати а чё по закону что по благодати лежишь до под наркозом а бог тебе оперирует освещает тогда ты проснулся об меня уже про оперировать на господь но даже не благодать или это благодать что такое благодать это незаслуженное отношение бога к нам его материнской любовь хэс и это его верность бог верно он сказал он сделал он не нарушит никогда свое слово то есть ваша ваша твердые основания в жизни почему вы можете быть уверены в вашем спасении в том что у вас все получится вашей жизни почему просто бог верный не пусть а вы верны если вы думаете у меня получится не получится ничего не получится вы будете сомневаться понимаете вы хотите не сомневаться в своей жизни верьте верность божию в слове хэс это есть значение верности может быть верность не до скорым но слова хэс это же раскрывает верность понимание верности так вот то есть можно сказать хэс это это верность бога самому себе то есть бог не нарушает завет который вы заключил с вами то есть вы всегда можете доверять богу он ваш спаситель вы не не спасающиеся вы спасаемые кто спасает ваш спаситель иисус христос то есть вы не просто получили библию самоучитель по спасению и теперь пытаетесь изучая самоучитель как-то спастись вы согласны что это не так что евангелие это не самоучитель по которому вы работаете с по жизни у вас есть учитель у вас есть наставник вас есть дух святой то есть бог желает вас вести каждый шаг вашей жизни ввести и помогать и наставлять вас аминь да света скажите хоть гриф слух что-то интересное да да не ну там то что они касаются про он там перед смертью за он перед смертью заикался они да фигня все забыли хорошо это вы решите потом хорошо итак смотрите хэн 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 это переводится дословно как хэн севрита кто знает да дословная красота красивая что-то хэн хэн это симпатия то есть это мацахэн бина и так это мне нравится что хэн до значениями молодцы спасибо хэн это значит что вы нравитесь богу значит бог говорит света красивая ты притом не добавить сегодня душой нет и телом он тебя создал и не сердцем и головой и ногами и животом и руками и ногтями и зубами и зрачками и селезенкой и почками и кишечником даже у что он тебя сотворил и он говорит нет а ты можешь по-другому говорить я тоже подхожу к зеркалу надо думаю ворожа особенно найти там понимаешь куда но светами подожди света я понимаю подход подходишь смотришь во морда да там а бог говорит нравишься ты мне ты думаешь чё за чё за дела чё это я нравлюсь вот я думаю скину килограммов 10 понравлюсь я богу бог да меня не горит без разницы ты да я специально подготовился даже да да хорошо 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 послушайте скинуть лишний вес это хорошо это правильно я сейчас набрал десятку не рад этому потому что мне тяжело не об этом разговор я не говорю что надо иметь лишний или не лишний вес там я просто говорю о том что божья симпатия к вам она не зависит от вашего веса почему потому что когда вы еще не родились когда я яйцеклетка и сперматозоид ваш или не встретились еще когда ваша деле не познакомились или мужчина женщина которых родились бог знал вас и всю вашу жизнь все дни вашей жизни были зачтены у него и он сказал света мне нравится еще не зачатая света ему нравится вы это не можете вместить на бог не времени он знает вас до рождения и он говорит нравишься ты мне почему почему это обусловленный вопрос да мы живем в мире условной симпатии нравится можно почему потому что ты вежливый или там так то выглядишь стандартам соответствующих поэтому уже в школе до начинается там до крутые лохи да там классификации людей со мной никто не дружит люди отверженность переживает да что лох что ли там да есть смотрите некоторые из вас пережили возможно какое-то насилие над собой насилие это когда вас не уважают не принимают когда вас вставляет куда категорию и релуки на вас вешают я помню когда когда пережил перед переживания было много лет назад у нас была церковь здесь большая потом она на маленький разделилась и вел и просто так почувствовал я попросил оба сестру гору выходи пожалуйста вышла его расскажите что вы не думаете люди стали горит знаешь стали хорошие вещи у нее истерика началась на как мне никогда не говорили хорошие вещи меня всегда обзывали унижали такого жизни а люди то правду говорили они ли не лицемерили ей и она и она не умела принимать комплименты то есть у нее просто и у него просто началось освобождение сильнейшая то есть бог это использовал люди да да что ты тоже такая хорошая все она не услышите то то есть она наверх нет и плохая почему что я убеждали в этом что плохая всегда ей говорили всегда да там да тебе говорили там ты негодяй ты свинья ты корова ты лох да чё тут стал и давайте это с детства дьявол унижал нас через это не люди дьявол делал что люди это просто проводники были но бог говорит тебе ты еще не родился ты нравишься мне это самый лучший мальчик ты самая красивая девочка ты дочка моя любимая лучшая у него все лучше все единственные мне скоро будет 55 детей месяц четверо есть для меня каждый по-особенному самый лучший самый красивый самый умный я именно говорю каждый день я буду самые умные я каждой дочке груми три дочки и каждые гурты самая красивая и надо вторая будет а я игру и игру и ты самая красивая а третья я и ты самая красивая это еще не говорит так она еще маленькая если я греховный отец так себя ведут а тем более отец ваш небесный он говорит нравишься ты мне и ты проснулся утром на рассвете часа духовности говорим ты проснулся на рассвете миша доброе утро дух святого не сказал забыл например библию не почитал не помолился зубы не почистил в суете да а бог говорит мишка нравишься ты мне за что да ты мне нравишься просто так не за то что ты сейчас помолишься там три главы прочитал с утра дисциплинирован не за этого ты мне нравишься просто почему пусть я так решил когда не родился и жест мне нравишься и вот это безусловная любовь ведет нас к богу ты хочешь быть с ним ты хочешь искать его ты хочешь общаться с ним не потому что я буду религиозную косметику наводить что понравится богу и вот это и бывает что такое религия этого это уродство когда люди накрашиваются перед богом знаете своими делами религиозными там знаете как девочки шестилетние пытаются на тетю похожими быть там помада тени каблуки и по дому вот так они смотрят доходят это все наши риги я отец я нравлюсь тебе я вот уже пять часов молился там я вот это сделала то сделал то сделано туда религия это закрыть себя какими-то делами и понравится богу но бога ты мне нравишься еще как ты не родился я тебя всегда люблю ты всегда самый лучший ты всегда самый любимый и вот если мы поймем это в своем сердце тогда что тогда ты уже к богу идешь в молитву в слово в духовное общение для того чтобы понравиться ему почему тебе тебе нравится быть любящим отцом вместе для тебя это не религиозная каторга ты не стахановец да я в забой пошел сегодня 40 глав прочитаю и еще на час больше помолюсь что потом остальным стало мучительно больно что не смогли это сделать мои рекорды достигнут знаете там то есть бога бога не удивляет твоя гимнастика религиозно перед ним знаете как рабат такое еще вот так умею я еще вот так умею господи ну бог любящий у тебя на ребенка смотрит такое у меня дети любят спектакли показывать всякие они там я смотрю спектакли ты смотришь и наш религиозный спектакль допустим ты показываешь перед богом там духовные мышцы напрягла там допустим он говорит серега люблю тебя и не из-за того что часто кривлялся но тебя и так любил поэтому что я хочу закончить сегодня что божья любовь она безусловно мы нравимся богу он любит нас он верны и мы должны быть утверждены в этом это наше оружие против дьявола когда он пытается нас унизить нам дьявол всегда будет говорить то что я говорил сегодня то что вы сюда слышали отчета хотела свет думаешь крутая при сиди тихо понимаешь дьявол он будет постоянно унижать постоянно нашу веру разрушать ты бога миша разочаровал я вам открою секрет миша бога разочаровать не может найти по какой причине скажите мне сами почему почему бог никогда не разочаруется в руслане сайте по по причине нету что бог никогда не очаровывался в руслане поэтому никогда не разочаруется это люди очаровываются там а потом мы думали ты от его оказался а бог вас не очаровывался он прекрасно знает кто вы и что вы лучше вас самих вы свою греховность еще не знаете вам бог открыл только немножко чтобы с ума не сошли от страха то есть бог ваша греховность края постепенно вам с годами чем больше вы веруще больше будете понимать чего чтобы грешные сразу нельзя открывать на обращенного на он не выдержит это правда себе бог прекрасно знает кто мы и что мы поэтому он вас нервы не разочаровывается там таня ты подставила меня это мы-то говорим мы на те надеялись а ты оказался он такой был что он оказался ему нужно за христа держаться вы знаете что всякий человек лжив да а теперь могу ли вам доверять если вы все здесь лжицы собрались могу доверять на тебе алиса но смотрите но я могу доверять богу вас ведь я ж могу я же могу доверять христу вас и даже если вы обломитесь поставите меня я все равно буду продолжать доверять благодати божией вас понимаете буду верить богу понимаете я буду все равно продолжать доверять богу действующего через жизни и верить я знаю некоторых людей которые у нас на первую приходили любитацию на вторую на третью там был центра вынесли с собой а сейчас является пасторами крутыми служителями понимаете божья благодать все равно пробила и сделала верно сильно служителя всякая я не говорю быть рецидивистами лучше не делать на просто говорю божьи ли вы она не перестают теснить и достигать людей поэтому пускай бог вас благословит все цели без перелива закончим аминь можно выключить камеру кто умеет или кому доверили кнопку не делай трезвижные Продолжение следует...